МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это больше, чем предприятия по всей России. Переговоры с китайской страной ведутся не один год, и к строительству всё готово. Однако оно не начнётся, пока не будут выполнены ряд параметров. Место для размещения данного предприятия не определено. Начаты консультации с жителями ряда муниципальных образований, с руководством ряда муниципальных образований. Целый комплекс параметров. Первое – это, безусловно, экологическое требование к данному предприятию, где оно будет максимально удалено от жилых поселений, населённых пунктов. Второе – это, безусловно, обеспечение инженерной инфраструктурой данной площадки. Ну и третье – это логистическая составляющая и удалённость от сырья. Пару дней назад ульяновская делегация вернулась из провинции Аньхой, где смотрел оцементный завод. Территория завода, в отличие от аналогов, аналогичных производств в Ульяновске, абсолютно чистая, не загрязнена ни выбросами, ни отходами, ничем. На территории имеются хорошо оборудованные пруды-отстойники воды, которые используются для охлаждения процесса, оборудования процесса. Значит, вода используется оборотно, то есть по несколько раз. На первом этапе компания готова инвестировать в проект 300 миллионов долларов. Планируется создание 400 рабочих мест. На этапе заключения соглашения достигнута договорённость, что компания не будет пользоваться местными налоговыми льготами. В ходе заседания представители коммунистической партии высказали радикальную точку зрения на строительство подобного завода. Но это грязное производство в любом случае. И это действительно целый глубокий проблем, который мы принесём в область своими собственными руками, договариваясь с братьями китайцами, коммунистами. Коммунисты высказали своё негодование и по поводу других цементных заводов Ульяновской области. На вопрос, почему не вкладывать эти деньги и не модернизировать уже существующие производства, председатель правительства заметил, что такая работа уже велась. Однако сами владельцы цементных заводов в Силикатном и Ново-Ульяновске от сотрудничества отказались. В конце обсуждения депутатами было предложено расширить состав рабочей группы и включить в неё депутатский корпус, членов общественной палаты, представителей политических партий и общественных лидеров. Анна Тищенко, Даниил Сурков, Новости Ульяновской Правды. Редактор субтитров А.Семкин